В день Белой Трости в Ивановском региональном отделении Всероссийского общества слепых всегда стараются организовать праздник для всех, кто состоит в общественной организации. Быть лишенным зрения в нашем мире с его безразличием и сумасшедшим ритмом непросто. Когда человек теряет зрение, на него сваливается очень много проблем. И вот наша организация, это Всероссийское общество слепых, именно и предназначено, и создано в первую очередь для того, чтобы помочь человеку, потерявшему зрение, решить вот эти проблемы. Ну, конечно же, не все проблемы решить, но хотя бы уменьшить их количество и помочь адаптироваться вот к этой, к негрячей жизни. День Белой Трости для людей с инвалидностью по зрению – возможность не только отдохнуть от проблем, но и напомнить окружающим о том, что в нашем обществе есть люди с особыми потребностями, которые заслуживают уважения окружающих. В первую очередь это касается, конечно же, автомобилистов. Не многие знают, но Белая Трость дает пешеходу преимущество. Согласно пункту 14.5 правил дорожного движения, стоит учитывать, что во всех случаях, даже когда человек слепой переходит дорогу и вне пешеходного перехода, водитель обязан ему уступить дорогу, когда он подает жест Белой Тростью. То есть, либо трость поднята вверх, либо человек прощупывает дорогу перед собой. То есть, следует это учитывать, обязательно остановиться. Не стоит сигналить, не стоит наглеть. И стоит, да, чуть-чуть подождать, но дать человеку перейти дорогу, то есть, выполнив все законные требования. Штраф за это нарушение от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Но по-хорошему считаться с пешеходами с Белой Тростью нужно не из-за возможного наказания. Важно помнить, каждый выход из дома для таких людей – это подвиг. Они заслуживают уважения и терпения.